Всем привет! С вами Света Гончарова. Я дважды мама и автор проекта Флаймама. И сегодня мы начинаем изучать с вами мою авторскую систему тайм-менеджмента для мам – порядок с детьми. Мы выучим с вами 7 шагов, которые нужно делать ежедневно для того, чтобы ваша семья стала организованной и чтобы, самое главное, вы стали организованными. И самый первый шаг к порядку в голове, в доме, в семье – это забота о себе. Сегодня я вам расскажу, почему забота о себе самая главная в тайм-менеджменте для мам – что такое источник сил и как его наполнять, кто и как может наполнить наш источник сил, где маме найти время на заботу о себе и что будет, если ваш источник сил будет полным. Вы знаете, я в своей жизни пережила очень низкую точку, это было где-то 9 лет назад. Я настолько не успевала с детьми, мне настолько было тяжело и плохо, и казалось, что никто не помогает, никто меня не понимает, что однажды утром я взяла машинку, срезала все волосы, чтобы мой муж, моя мама, все близкие мне, друзья, они поняли, что у меня есть проблемы и что мне тяжело. Такой у меня был крик души. И я очень хорошо знаю, что такое быть уставшей мамой, когда днем плачут дети, ночью плачет мама, ничего не получается и кажется, что жизнь проходит зря. Но вы знаете, я выбралась оттуда. Я стала изучать семейный тайм-менеджмент, стала применять маленькие шажки в свою жизнь, написала три книги по семейному тайм-менеджменту, веду проект в интернете, ютуб-канал, и вы знаете, то, что я поняла за эти годы, главный секрет организованной мамы, знаете, в чем заключается? В том, что нам нужно научиться наполнять себя. Сначала наполни себя, тогда ты сможешь дать другим, потому что если плохо маме, то плохо будет всей семье. Дорогие мои, мы не можем отдать того, чего у нас с вами нету. Именно поэтому мама должна быть полна сил, полна здоровья, полна любви, полна самоорганизации, тогда она сможет это передать своей семье. Я думаю, вы видели эту инструкцию в самолетах, ее нам напоминают каждый раз бортпроводники, о том, что если происходит разгерметизация, то в первую очередь надо помочь себе, а потом помочь ребенку, который с вами путешествует. Почему об этом постоянно говорят при каждом взлете? Потому что наше естественное родительское желание, во-первых, позаботиться о детях, чтобы ребенку было хорошо, чтобы ему было, мы же о нем заботимся, он же зеница ока нашего. Но правда в том, что если в такой ситуации в самолете отключится мама, то ребенка уже никто не спасет, никто не сможет позаботиться о ребенке, он о себе не сможет позаботиться. Вот эта инструкция выживания для мам ежедневная, которая должна быть у вас в памяти. Вы, во-первых, должны наполнить себя, позаботиться о себе, и тогда вы сможете позаботиться о ваших детях. Если вы без здоровья, без вдохновения, без настроения, уставшая, невыспанная, расстроенная, плохо будет, во-первых, детям, во-вторых, мужу. Поэтому нужно наполнять себя и помнить, что наша жизнь – это стакан. Когда мы с вами родились, стакан был полон, потом он нагнулся в одну сторону, водичка начала выливаться. И даже если мы проживем с вами и 120 лет, то уже, учитывая, например, что мне 38, уже больше, чем треть жизни я прожила. И поэтому, когда я помню о том, что моя жизнь конечна, что мое время, оно не бесконечно на этой земле, мне гораздо проще себя организовывать, мне гораздо проще выбирать правильно, мне гораздо проще не лениться, когда я помню про свой стакан. И следующая иллюстрация. Помните, пожалуйста, что ваши силы – это колодец. Вы не можете из колодца постоянно, без остановки, только черпать, вы должны остановиться и дать возможность колодцу наполниться, потому что иначе вода уйдет полностью и будет пустой колодец. Очень часто мы с вами мамой в таком состоянии, когда наш колодец пуст. Но знаете, когда я помню, что мои силы – это колодец, я понимаю, что я не универсальный солдат, я не могу отдавать без остановки, я не могу успеть все, я знаю, что все, что я в себя посею, то я и пожну. Если я ничего в себя не посею, ничего я не пожну, а значит, я не смогу ничего отдать моим близким. Дорогие мои, не ждите, пожалуйста, кризиса, действуйте до того, как вас увезет скорая помощь в больницу, начинайте заботиться о себе сами ежедневно сейчас. И вы знаете, нам, мамам, много не надо, вот лучший день мамы – выспаться, поесть двумя руками, спокойно сходить в туалет, належаться в ванной, элементарные вещи. Но если это все случится с вами в один день, вы будете просто супер наполненной мамой. То есть, на самом деле, нам нужны очень простые вещи. Поэтому первое задание вам – напишите, пожалуйста, список приятностей, подумайте заранее, что вы сами можете для себя сделать прямо сейчас, даже если не привлекать помощников, не искать каких-то там дополнительных средств. Вот что вы для себя можете сделать, а сделать вы можете очень многое, вы можете остановиться и спокойно выпить чаю 15 минут, почитать книжку, пока ребенок мультик смотрит. Вы можете лечь раньше спать, вы можете записать список дел, что вам нужно за сегодня успеть и идти по этому списку. Тогда вы успеете больше, будет меньше стресса. То есть, вы на самом деле можете себе дать очень многое. Просто надо подумать заранее. А чем же я могу себя сама наполнить? Вы знаете, я всю жизнь такая вот была принцесса, я ждала, что кто-то придет и обо мне позаботится. Я думала, вот я выйду замуж, и муж будет читать мои мысли, он будет меня любить, носить на руках и не будет у меня никаких проблем. Вот, ждала, что принц прискачет, он, конечно, прискакал и было все клево, но на самом деле с появлением принца в моей жизни проблем стало больше, ситуаций сложных стало больше. Вот, и я долго ждала, что муж начнет читать мои мысли, что мама мне в сердце залезет и будет знать, что же мне делать. Вот, и, ну, вы понимаете, до чего я дождалась. Поэтому, дорогие мои, знаете, вот это было очень большое открытие, когда я поняла, что я сама не давала себе остановиться и передохнуть. Я видела, что муж сидит вечером у компьютера, отдыхает, а я бегаю туда-сюда. Я говорю, муж, а как ты можешь сидеть и отдыхать, когда еще там и то надо сделать, и посуду помыть, и кушать приготовить? Муж говорит, тю, так сядь сама посиди, дети ж спят. И я такая подумала, вау, и правда, дети спят, я могу взять и не помыть посуду, я могу взять и что-то не готовить на завтра, а завтра это сделать, а взять и отдохнуть возле компьютера или спать лечь. Вы знаете, мы сами не даем себе остановиться. Поэтому нам нужно, во-первых, поменять отношения в нашей голове и запомнить, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Мы сами в ответе за свой источник сил, потому что никто не может прочесть наши мысли, только мы знаем, когда нам остановиться и что нам может помочь. Как нам заботиться о нашем источнике сил? Заботиться нужно комплексно, сразу говорю. Я когда-то занималась полиграфией, ходила в типографии и видела такие печатные станки, благодаря которым у нас есть красивые полноцветные изображения, календари, открытки и так далее. Для того, чтобы получить красивое полноцветное изображение, вам нужно, чтобы лист бумаги прошел вот в четырех секциях печатного станка и в каждой секции наносится всего один цвет на лист. И если, например, мы только желтенький нанесем цвет, ничего не понятно, что нарисовано. Если мы нанесем на желтенький розовенький, ну что-то понятно, но некрасиво. Голубенький добавим, ну почти, но что-то не то. Но когда все четыре цвета на бумаге, тогда красота, тогда получается красивое полноцветное изображение. То же самое с нашим источником сил. В нем есть четыре сосуда – тело, сердце, разум и душа. Тело – мы должны заботиться о нашем здоровье, потому что если у нас нет сил, нет здоровья, у нас просто нет возможности встать на ноги и идти что-то делать, то наша семья пропала. Сердце – это наша эмоциональная жизнь, нам нужно обязательно общаться с людьми, нам нужно получать любовь от других взрослых, чтобы передавать эту любовь дальше нашим близким и детям, и мужу. Вот нам надо заботиться о своих эмоциях, дальше нам надо заботиться о нашем разуме, мы все хотим развиваться, расти, мы нуждаемся в том, чтобы наш разум тренировался, нам нужно читать не только азбуку, но и возможно книги какие-то профессиональные. И опять же, мы можем это себе дать, можем это себе позволить. И наша душа, духовная жизнь, она тоже очень важна. Для каждого человека это какое-то свое понимание. Для меня, например, духовная жизнь – это общение с Богом, духовный рост, для кого-то это искусство, традиции семейные. Не важно. Но главное, чтобы это все было. И очень важно гармонично заботиться о своем источнике сил вот в этих четырех направлениях. Поэтому следующее задание, которое вам нужно выполнить. Вам нужно написать 4 списка для каждого из сосудов нашего источника сил. Задать себе вопрос. Как я могу позаботиться о своем теле и напишите список идей пошагово делать зарядку, пойти в бассейн, посетить стоматолога и так далее. Дальше, как я могу позаботиться о своей душе, о своем сердце, о своем разуме. Напишите как можно более практичные идеи для того, чтобы потом вы могли эти идеи воплощать в жизнь. Вот, например, как мы делали на одном из тренингов. Мы рисовали вот такое вот колесо баланса. У нас было сердце, душа, тело, разум, видите 4 сектора. И вот одна из участниц написала, что, например, душа для нее это отношение с Богом, молитва, Библия, церковь, служение. Дальше, тело, это уход за собой, вода, движение, режим сна, питание, гардероб. Разум, это обучение, чтение, планирование, что-то еще не вижу. Сердце, близость с мужем, контакт с детьми, творчество, уединение, общение с друзьями. Вот сразу же на этом колесе баланса она для себя закрасила, насколько каждая сфера она наполнена, чтобы было понятно, над чем работать дальше. Ну, в общем, вот так вот вы можете расписать, да? То есть вот, например, еще один пример, здесь тоже очень детально расписано, как конкретно, конкретно человек понимает для себя заботу о сердце, разуме, здоровье, душе. Вы потом сделайте, пожалуйста, стоп и почитайте, как эти девочки себя наполняли. Это даст вам идеи, вот что будете в свои списки писать. И следующее задание, когда у нас готовы вот эти вот идеи для каждого засуда источника сил, нам нужно выбрать 4 привычки, которые мы будем практиковать. То есть нам надо брать и делать то, о чем мы с вами говорим. Например, для тела я выбираю ложиться спать и вставать на 1 час раньше, ежедневно 15 минут бегать. Для сердца я выбираю раз в неделю общаться с друзьями. Для разума я выбираю книгу по своей специальности и читаю ежедневно минимум полчаса. И душа встав утром в 6 посвящает 30 минут молитве и чтению Библии. То есть из каждого вот этого списка большого я выбираю что-то одно, самое вот то, что болит, то, что надо восполнить. И каждый день я буду это практиковать, тогда вы начнете наполнять ваш источник сил. Ну хорошо, согласились, да, надо о себе заботиться, но не все желания сбываются, как в сказке, особенно когда детки у вас маленькие, и многие мамы говорят, да, надо о себе заботиться, конечно, но завтра муж придет с командировки и начнет заботиться, лето придет и начнет заботиться. То есть мы постоянно откладываем на завтра, потому что времени у нас как-то нет. Но мы уже с вами поняли, что ждать нельзя, надо действовать до того, как станет плохо, а для этого нам нужно научиться планировать заботу о себе. Мы, кстати, об этом будем говорить на протяжении всего нашего курса «Порядок с детьми». Сейчас мы только начинаем, да, о том, как нам спланировать день, чтобы успеть все самое главное, и одно из главного – это забота о себе. Сразу хочу уточнить, что время, которое вы тратите на пожирателей времени, на сидение в Фейсбуке по ночам, на просмотр, кто там лайкнул вашу фотографию, на телефонные разговоры с нудными подругами, которые вам вовсе не интересны, на просмотр сериалов, когда вы уже просто тупите и больше ничего делать не можете. Это не забота о себе. Это время, которое сжирают пожиратели времени. Забота о себе – это вот то в ваших четырех списках, если вы это делаете, вы себя наполняете. Для того, чтобы у вас появилось время, вам надо определить антракты для себя, остановочки. Когда вы сделали, например, утреннюю часть дел и остановились на 15-20 минут, вы пьете чай с книжкой, ребенок смотрит мультик. Только в это время, когда мама отдыхает, ребенок тоже отдыхает. Просто так мультики не включаем. Дальше. Пошли погуляли, покормили обедом, вытащили стирку, уложили ребенка спать. Раз – антракт. Отдыхаем. Потом приготовили ужин, еще раз ходили погулять, встретили мужа. Раз – и вечерком. Выделили себе хотя бы 15-20 минут в ванне поваляться. Либо вообще мега антракт – лечь раньше спать. И мега антракт – это ночь наша. Нам нужны вот эти вот остановочки. Давайте посмотрим, как одна из участниц моего тренинга расписала это для себя. Очень мне нравится. У нее, по-моему, две пары близнецов, поэтому ей надо было очень четко все расписать. Вот смотрите. У нее расписан слева день с 5 до 22, и вы видите красненьким написаны антракты. То есть в 11-30, в 14-15, в 19-30 и в 23 отбоя ее сон. И вечер, заметьте, он расписан более детально, потому что, как я уже говорила в предыдущих видео своих, ваш вечер влияет на то, как начнется ваше утро. И ваш вечерний ритуал, он очень-очень важен для того, чтобы вы могли позаботиться о себе и сегодня, и завтра. И здесь тоже у нее есть небольшой антракт и обязательно отбой. Тоже можете сделать стоп себе и посмотреть на эти два распорядка дня. Дорогие мои, самое главное, чтобы вы поняли, что вам нужны остановки. Вы можете себе позволить остановиться. У вас есть на это время и возможности, и это придаст вам силу. Даже если вы будете отдыхать хотя бы по 15-20 минут 3 раза в день, вы к вечеру будете чувствовать себя лучше, чем обычно. И тут мы приходим к вопросу дневного сна. Дневной сон – это такой мега антракт, тоже очень важный. И дневной сон нужен прежде всего маме. Не детям, а маме. И если ваши дети не хотят спать, ой, у меня ребенок отказался спать, ой, он у меня такой беспокойный, мало спит, ой, он не хочет ложиться спать. Дорогие мои, дневной сон – это не вопрос биоритмов. Дневной сон – это вопрос вашего распорядка дня и дисциплины в семье. Вы всегда можете договориться с детьми о том, что вот у нас такой распорядок дня и мы все его выполняем. Такие вот просто правила. Всегда можно объяснять, мои дети спали вплоть до семи лет. Ну, как спали? Кто-то спал, кто-то лежал по таймеру и читал книжку тихо. Во многих семьях это организовывается так, что тот, кто хочет спать, спит, а кто не хочет спать, он просто занимается чем-то очень тихо в своей кровати, не мешая никому. Главное, чтобы вы поняли, что дневной сон вам нужен, дорогие мамы, особенно если несколько детей у вас есть. Это ваше золотое время, когда вы можете о себе позаботиться, когда вы можете расслабиться. Поэтому вы должны сделать все, что в ваших силах для того, чтобы организовать дневной сон. Как это сделать, мы будем говорить тоже в следующих уроках наших. Что я начала делать, чтобы позаботиться о себе? Вот еще, если вспомнить мою историю. Для начала я начала принимать горячую ванну раз в неделю. Я попросила мужа, чтобы он полчаса смотрел детей. И оказалось, что муж вообще не против, нормально, конечно же, без проблем. Я стала принимать горячую ванну, и мне стало хорошеть. Потом я стала ложиться раньше спать, даже если что-то недоделано. Вот я хочу спать, я устала, я ложусь спать, я лучше себя чувствую утром. Я стала засыпать вечером вместе с детьми, если мне очень сильно хочется. Я стала позволять себе читать художественные книги перед сном. Стала позволять себе отдыхать во время сна ребенка. Когда я стала все это делать, у меня появился ресурс, чтобы думать, окей, а как я могу успеть домашние дела, а что я могу сделать для того, чтобы все-таки быт тоже наладить. Потому что когда вы отдыхаете, у вас появляется ресурс. Дальше я стала служить аудиокниги на прогулке. Стала выделять себе полчаса на улице в одиночестве ежедневно. То есть вот муж пришел с работы, и я ушла на полчаса. То есть в любую погоду мне всегда становится лучше, легче. Я себя лучше чувствовала. Потом я стала пить чистую воду, рано вставать, здоровое питание подключила. Стала позволять себе просто валяться смотреть кино, когда сил совсем нет. В связи с подругами раз в неделю. То есть вот у меня такой был путь, у вас будет какой-то свой. Но это тоже идея, которую вы можете применить. Следующий момент. Если вы хотите заботиться о себе, вам нужно прекратить гиперопеку вокруг мужа и детей. И вам нужно научиться просить о помощи. Понимаете, проблема не в том, что ваша семья вас не любит. Но просто это очень удобно, когда есть женщина, которая решает все проблемы и все на себе тянет. То есть, если вы кухонный комбайн, это всем подходит. Поэтому, дорогие мои, нужно обязательно просить о помощи. И самое первое, что мы должны сделать, мы должны заменить наши жалобы вежливыми просьбами. Почему никто в этом доме не моет посуду, кроме меня? Сколько же я могу сама гулять с детьми? О, как я устала! Никто мне не помогает приготовить еду! Мы думаем, что мы просим о помощи. Это такой крик души у нас. На самом деле это жалобы. Когда вы жалуетесь кому-то, когда вы наезжаете, почему ты мне не помогаешь с детьми? Не хочется вам помогать, поверьте. Поэтому надо менять жалобы на вежливые просьбы. Следующее. Просить конкретно о небольшом участке работы. Давай будешь помогать мне готовить кушать. Ой, это очень страшно. Ты хочешь на меня, жена, переложить вообще все свои обязанности, думает муж. А если вы говорите, дорогой, порежь, пожалуйста, помидорчики на салатик. Легко, красиво, без проблем. Жене поможет. И очень важно, когда вы просите о помощи, зрительный контакт. Не кричать из комнаты в комнату. А чтобы человек вас увидел, тогда он вас и услышит. Дорогие мои, я хочу, чтобы вы поняли, что когда вы будете полны сил, тогда вы сможете изменить мир к лучшему. Вы сможете стать организованной мамой, и вы сможете организовать вашу семью. Только так это работает. Сначала мы наполняем себя, тогда мы можем отдать другим. Помните, что забота о себе для мамы это основа вашей организованной жизни. Это первый шаг, который нам нужно сделать, чтобы потом говорить уже о близости, приоритетах, планировании бла-бла-бла-бла-бла, все остальное. Порядок с детьми начинается с заботы о себе. Итак, ваше задание. Пишем список приятностей, что я могу сделать для себя сама прямо сейчас, пишем идеи для заботы о четырех сосудах нашего источника сил, выбираем четыре привычки и начинаем практиковать. Я вам рекомендую, вот вы услышали этот подкаст, если хотя бы что-то одно вас коснулось, вот мне надо для себя вот это делать, начните, пожалуйста, прямо сегодня для себя это делать. Если вы хотите участвовать в розыгрыше, который будет после нашего марафона, в розыгрыше призов, то что нужно сделать? Вы пишите в комментариях ответ на вопрос, что я могу сделать для себя сама прямо сейчас. Вот ваш список приятностей, вы пишите в комментариях под видео, делайте репост этого видео и постите ссылку на ваш репост, чтобы мы могли проверить вместе с ответом на задание. Наши девочки и консультанты они будут отвечать на ваши вопросы и тоже проверять, подсчитывать вас, чтобы вы потом могли участвовать в розыгрыше призов. Дорогие мои, нас впереди еще ждет целых 6 очень важных шагов моей системы, поэтому, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о всех видео, чтобы не пропустить, потому что информация очень важная, ее очень многое на самом деле может изменить вашу жизнь, поэтому подпишитесь, пожалуйста. Если вы еще не подписаны на нашу информационную рассылку, то тоже под этим видео есть ссылочка, подпишитесь и вы тогда получите все листы планирования, о которых я говорю, вы сможете их скачать и сможете тоже заполнять. И тоже просто будете получать уведомления на почту о том, что вышло новое видео по системе. В следующем видео мы поговорим о близости и о том, как хорошие отношения помогают нам успевать больше и уставать меньше. По поводу заботы о себе. У меня есть книжка «Источник сил для уставшей мамы». Она есть и на Литресе, и в Лабиринте, и на Озоне, и в Украине, во всех книжных супермаркетах. Купите эту книжку, если забота о себе для вас проблема. Также, моя система, о которой я вам рассказываю в этих видео, она изложена в книге «Семь заповедей организованной мамы», которая тоже есть на Литресе и стоит аж 109 рублей. Кошмарные деньги, да? Покупайте и начинайте читать параллельно с этими подкастами. Тогда у вас будет информация заходить из разных источников, да? И лучше будет все запоминаться. Ну и что, дорогие мои, до встречи в следующем видео. Выполняйте задания. С вами была Света. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok